Один человек погиб. Еще пятеро мирных жителей получили ранения в результате российских обстрелов города Селидово в Донецкой области. Под массированный ракетный удар попали более трех десятков многоэтажек. Вражеские снаряды также повредили гимназию, детский сад и полностью разрушили школу. Все подробности в нашем сюжете. Выбиты окна, разрушены балконы, а внутри повреждены стены. Так выглядит пятиэтажный жилой дом в городе Селидово. Вчера в четыре утра многоэтажку обстреляли оккупационные войска. Все выбито. На кухне даже раковину вырвало и бросило на пол. Я проснулась, возле кровати лежит балконная дверь. Возле меня. В большинстве квартир после сильного взрыва нет входных дверей. Многие жители во время обстрела были дома и чудом уцелели. Ночью это очень страшно. Когда спишь, и когда от сумасшедшего страшного взрыва, и когда тебе всего вот так трусит, не знаешь, что случилось. И все на тебе вот это летит. Соком все летит. Не успеваешь даже опомниться все. Это все мгновенно. Жутко. Под массированный ракетный удар попали более трех десятков пятиэтажек. Ночью спали в 3.30. Вот вижу в окно такой свет. И начало такой гром. Все гремит. Я не помню, что такое. Начали окна лететь на постель. Я как раз тут краюшку окна. Начало все лететь. Я не помню, что двери сорвало в спальне. Все начало лететь. Телевизор упал. Мы прятались. Коридор за стенкой. Две мамы аваривали. В результате этого удара россиян по мирному городу погиб один человек. Еще пятеро пострадали. Александр получил осколочное ранение, но от госпитализации отказался. Нормально. Доживет. На лбу тоже. Рама конная. Пролетела. А куда еще? В руку, да? Рука, нога. Это рука, голова. По словам местных жителей, это самый масштабный обстрел в городе с начала полномасштабного российского вторжения. На меня посыпалась, но я не ранена, потому что была под одеялом. После этого всего встала и в подвал побежала. У нас там убежище. Это было все мгновенно. Это была секунда. И меня с кровати унесло на пол. Дети начали плакать. Многие семьи остались без жилья. Сейчас люди пытаются забрать из квартир личные вещи. Самое необходимое – это тапки, грелка вон, потому что газа не будет, вещи свои, потому что все разбито. По словам правоохранителей, оккупанты обстреляли город из реактивных установок «Смерч» и зенитно-ракетных комплексов «С-300». В настоящее время на месте обстрела работают более 40 сотрудников полиции. Они осуществляют предварительное мероприятие по документированию данного преступления и оказанию первой помощи местным жителям. Вражеские ракеты также повредили гимназию, детский сад и полностью разрушили школу. Сгорели и припаркованные рядом автомобили. Что с нами творят? Да, ну что разбита школа полностью. Причем здесь школы, не могу понять одного только, что наши дети, ни внуки не имеют права нигде учиться. Я 35 лет отработал в шахте, кажется, ради того, чтобы вот так вот жить, поста на свет. Не знаю, честное слово. Ни газа, ни света, ни дома. Нет ничего. Во время войны начинала жить. Во время войны и заканчиваю. Местные власти в который раз призывают всех жителей региона эвакуироваться. Оставаться в городе очень опасно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова